Дьявольское отродье Крабы дерутся лучше чем ты 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 Я поклялся не поднимать оружие в гневе, но ты... Даже крабы дерутся лучше, чем ты. Умри, тысячи проклятий. Ура! 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 Пока я не увижу, как ты вызываешь туманные привидения Ты не будешь обучаться у меня Слава лорту 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 Тебе стоит подумать Спасибо Прощай Прощай Молок бал 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 Для меня радость Взгляни на мои товары Наверняка тебя что-нибудь заинтересует Ты ведь понимаешь, что так Спасибо Береги себя Весьма впечатляюще Тебе удалось заслужить мое уважение Я готов научить тебя всему, что знаю сам За плату, конечно Тебе нужно многому научиться Слава лорду Молокбалу Молокбалу Слава лорду Молокбалу Слава лорду Молокбалу Слава лорду Молокбалу Тебе нужно выполнить работу для Бьен Амелион В поселении у воды Как обстоят дела? Удалось найти меч и доспехи для нее? Неплохая работа, боец Вот твое вознаграждение по этому контракту Пришло время повысить тебя Я произвожу тебя в протекторы гильдии бойцов Мне было приказано отправить тебя в Корл Там тебя уже ждут Поговори с Аррейном Иди поохоться Слава лорды Молокбалу У тебя руки кузнеца. Видно, много приходилось заниматься ремонтом. Для меня радость говорить с тобой. Пока. Серый лис внутри. Присаживайся, пожалуйста. Заходи. Нам нужно многое обсудить. Камень Савиллы открыл мне, что для воплощения моего плана в жизнь мне понадобится еще один предмет. Мне нужны сапоги быстроногого Джека. Это знаменитый вор, умерший около трехсот лет назад. Легенда гласит, что его похоронили вместе с этими сапогами. Выясни, где похоронен быстроногий Джек и принеси мне его сапоги. Ты сделаешь это для меня. Я хорошо заплачу. Превосходно. Граф Имбельский. Единственный наследник этого рода, которого я смог найти. Его зовут Джагбен, и он живет где-то в имперском городе. Думаю, в доме этого графа ты сможешь найти что-нибудь, что наведет тебя на след. Да укроет тебя тень. От тебя пахнет смертью. Часто вызываешь нерть? Пахнет смертью. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Да, был. Я не могу заставить тебя делать все, что мне нужно. Я понимаю это и благодарю тебя. Продолжение следует... Продолжение следует... Великий Сигельский камень. Вот что нам необходимо. Тебе это не понравится. Джофри это уже не нравится. Графине Брумы это тоже определенно не понравится. Великие Сигельские камни служат якорями для великих врат, наподобие тех, что мифический рассвет открыл в Квадче. Именно такие врата мифический рассвет хочет открыть здесь, чтобы уничтожить Бруму. Я же сказал, тебе это не понравится. Я знаю. Я знаю. Риск велик. Я был в Квадче и видел ужасную силу осадной машины Дейдра. Но у нас нет выбора. Единственный способ вернуть амулет королей, это позволить мифическому рассвету притворить в жизнь свой план атаки на Бруму. Нет. Я лично возглавлю оборону Брумы. Если я должен стать императором, пора начинать действовать, как пристало главе империи. Помнишь нашу первую встречу в Квадче? Я сказал тебе, что не хочу быть частью какого-то божественного плана. Я все еще не уверен, что этот божественный план существует. Но я пришел к мысли, что это не важно. Важно только то, как мы действуем. Мы должны делать все необходимое, чтобы противостоять злу. Таковы были твои действия в Квадче. Тебе мы обязаны спасением, а не богам. Тебе пришлось действовать за богов? Я не знаю. Но теперь пришло мое время действовать. Пожалуйста, друг мой. Я нуждаюсь в твоих советах, а не в слепом повиновении. Я объяснил тебе свою позицию. Надеюсь, теперь ты меня понимаешь. И мне важно, что ты сможешь объяснить все это графине. Я боюсь, чтобы убедить ее, придется приложить усилия. Хорошо. Пусть она встретится со мной в часовне Талоса для проведения военного совета. Это подходящее место для обсуждения таких отчаянных планов. Что такое? Мартин принял решение. Клинки поддержат его. Прощай. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Я так счастлива видеть тебя вновь. Приветствую. Какие новости из храма повелителя облаков? Воистину отчаянный план. Этот принц? Император? Мартин готов рискнуть судьбой целого города, чтобы заполучить Великий Сигельский камень? Это единственный способ остановить вторжение Обливиона. Должна признать, никто еще не говорил со мной о победе над Дейдра. Эта война оказалась мне безнадежной. Но что нам оставалось делать, кроме как ждать, пока не найдется герой, который спасет нас? И теперь появляется наследник трона, скрывающийся в храме Повелителя Облаков. И, может быть, герой тоже? Ты уходишь от ответов на мои вопросы? Хорошо. Не думай, что я сомневаюсь в тебе. Правители Брумы всегда имели тесные связи с храмом Повелителя Облаков. Мы знаем, кому они служат. Я встречусь с Мартином в часовне. Когда все будет готово, я прикажу своим людям прекратить закрытие врат и готовиться к битве. Я встречусь с Мартином в часовне. Привет. Привет. Хочется слышать о музыке города Блингова. Говорят, что его видели на дороге в Коралл. Правда, мне он не встречался. Серьезно? Да. Я слышал, что гильдия бойцов стала плохо выполнять свою работу. Они потеряли кучу людей в последних операциях. Нет, сэр. Как думаешь, то, что произошло в Квач, может случиться и здесь? Я не знаю. Входят слухи, что врата Абгивиона открываются повсюду. Говорят, что силы региона слишком рассредоточены. Продолжение следует... Если защитник Брумы готов к битве, то готова и я. Что скажешь? Да будет так. Теперь судьба Брумы в руках богов и в твоих руках. Бурт, развернуть боевые порядки. Как прикажет графиня. Бурт, развернуть боевые порядки. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...